Что с нами такое происходит? Я думаю, что вот это что-то происходящее и приводит в частности к сменяющим одна-другую эпидемиям потребления наркотиков. И мне думается, что самое главное, что с нами происходит, так это происходит потеря способности говорить о чем-то самом главном. О смысле жизни, о человеческих страхах, о творчестве, о любви, в конце концов, потому что это мы тоже делать на самом деле разучились. Ну, наверное, каждый такой разговор, он очень большой, и я позволю себе в двух словах, поскольку у вас не было, уважаемые господа, напомнить, о чем мы говорили на предыдущих наших встречах, лекциях. Я пытался рассказать, что на самом деле, как-то одновременно возникло два психоанализа. Один психоанализ был классическим психоанализом Фрейдом, а второй психоанализ тут все-таки существовал, сложился, и там же и остался в тех далеких фрейдовских временах, поскольку придумал его секретарь Фрейда Оторанг, оперировал этот психоанализ, в общем, по сути, теми понятиями, которые чуть позже стали называться экзистенциальными. Я на этих наших разговорах позволил себе вспомнить, что человек по Оторангу живет как бы между двумя страхами. И Ранг условно, и важно понимать, что он это сделал условно, назвал это, эти два страха, страхом жизни и страхом смерти. Я каждый раз на всех лекциях рисовал вот такую схемку. И примерно здесь имеется в виду следующее, что когда человек появляется из утробы матери, то, ну давайте скажем так, спустя некоторое время, абстрактные дни, может быть месяцы, в этот промежуток перинатального периода, у него формируется два базовых страха, отгораживающих его и от себя, и от мира. Первый базовый страх – это, естественно, страх внешней реальности, которая гораздо больше, чем та реальность, которая была внутри матки, в утробе, и которая пугает просто своей неопределенностью, непонятностью, и, ну как бы, неподконтрольностью этому самому я. А второй страх чуть сложнее, на самом деле это страх смерти, которая для «я» – это не страх смерти физического тела, а страх смерти этого самого чувства «я», хрупкого чувства, которое, тем не менее, у каждого из нас есть. Ну, мы понимаем, что мы – Вася, Коля, Петя, они – кто-то другой, хотя четко определить границы этого самого понятия «я» мы не можем. Мы пока сегодня и не будем этим заниматься, может быть, поговорим об этом, кстати говоря, на следующем семинаре. Так вот, страх смерти – это страх исчезновения этого «я». Уже через несколько дней младенец начинает бояться абсолютно замкнутых темных помещений, потому что он помнит, что здесь, внутри матки, «я», как такового, еще не было. Вот этой лампочки сознания, этого чувства отдельности, еще пока не существовало. И поэтому на основе этих двух страхов взрослый человек так и будет, как бы, на неком маятнике колебаться всю жизнь между этими двумя страхами. Имеется в виду, что в случае, когда он сталкивается с внешним миром, в первую очередь в лице других людей, то он боится, что они его не примут, не поймут, не одобрят. И самое главное, не почувствуют это самое его «я», унизят, обманут. Как бы это самое «моё я» слишком маленькое, оно не может иметь ценности для этого внешнего мира. И поэтому человек начинает бояться проявлять любую активность во внешнем мире и как бы пытается спрятаться от нее. А с другой стороны есть другой страх, фактически младенческий страх взрослого человека, который заключается в двух вещах. Во-первых, в некоторых ситуациях, в которых это самое «я» должно исчезнуть или исчезает. Наиболее типичные моменты. Страх толпы. Страх попадания в некую ситуацию, где я исчезаю. Страх открытых пространств, в больших коллективах, в которых я являюсь винтиком. Традиционные, хорошо знакомые многим армейские страхи. Отдельная сложнейшая проблема, но это те самые чувства, которые испытывает молодой человек, когда он из яркой индивидуальности оббивается на голову, заворачивается в портянки, вставляется в кирзовые сапоги в одинаковую форму. То есть теряет все признаки личности. На самом деле таких ситуаций очень много. А я сейчас хочу сказать, что тут есть еще одна проблема, гораздо более серьезная, на самом деле. И это проблема уверенности в себе. Уверенности «я» в самом себе. Что такое уверенность в себе? Можно это как-то очень кратко определить? По вашим внутренним ощущениям, не по психологическим терминам. Сам глагол уверенности или само это чувство? Само чувство, конечно. Глагол уверенность означает вера в себя. Наличие веры – это чуть более сложный процесс. Но тем не менее, что нужно человеку, чтобы он сказал «да, я в себе уверен». Он узнает все свои достоинства, все свои достатки. Он уверен. А вот это – стоп. Вот это возможно? В полном мире нет, конечно. Вот эти слова тоже принадлежат Татаранку. Поэтому, раз я в этом дискурсе сегодня разговариваю, то проще всего сказать так. Проблема заключается в том, что там на самом деле болото. Вот если мы начнем перечислять все свойства достатки и достоинства, и недостатки человеческого «я», то, в общем, ничего, кроме путаницы, у нас в башке не возникло. И это очень важно понимать, потому что, когда мы говорим о сознании, то мы, по всей видимости, что-то такое имеем в виду. Что-то такое дядя или тетя. И мне объяснят, какие у меня достоинства, какие у меня недостатки, как мне себя надо вести, как поступать и так далее и тому подобное. Или я простым сопоставлением свойств напишу длинный список своих достоинств и недостатков. И, наконец, я познаю самого себя. Так выглядит процесс самопознания. Ну, вкратце, наверное, может быть. Ну, нет, конечно. Очень, но и только вкратце, потому что иначе мы улетим в... Нет, наверное, нет. Потому что, ну, я боюсь, что список, ну, по крайней мере, детализация этого списка, в конце концов, окажется не просто бесконечными, а запутанными до сумасшествия. И вот это вот, это топкое болото, в этом можно утонуть. Потому что, если ты начнешь анализировать самого себя, у тебя не будет точки отсчета. Если тебя будет анализировать кто-то другой, ты провалишься в страхе внешнего мира. Потому что это он будет, как бы, знать себя, а не ты. Ты впадешь в зависимость от этого человека, который что-то знает про тебя. И этого сегодня очень боятся. Почти это, почти то же самое, что страх толпы. Как же так? Мы уже, по-моему, запутались окончательно. Если я влюбляюсь в девушку или девушка влюбляется в молодого человека, то люди начинают бояться. Это же зависимость. Как-то так я, как-то плохо себя без него чувствую. Это же безобразие, психическая болезнь. Да. Вообще, по-моему, такого даже понятия я соскучилась. Как-то мы его боимся. Это же зависимость. Похмельный синдром. Синдром отмены. И так далее, и тому подобное. Почему я сейчас вдруг об этом заговорил? Потому что, ну, можно просто описать уверенность в себе, не погружаясь в феноменологический, да? Правильно так нужно говорить. Так вот, феноменологический, уверенность в себе – это ощущение того, что в тебе есть некие точки опоры, которые позволяют тебе действовать самостоятельно. Каждый эти точки опоры называют по-своему. И это не полное знание себя. Поскольку, слава тебе, Господи, вот этого списка хороших и плохих добросовестных и недобросовестных свойств, в общем, если кто и пытается составить, то быстро бросает. Так вот, это просто чувство. Вот во мне есть некая убежденность в том, что я могу за себя сам принять решение. Я вырос, я взрослый, я самостоятельный. В сущности, это и есть те самые точки опоры, правда? С помощью которых мы как-то вообще можем двигаться сквозь эти страхи, если мы в них не погрязываем. Ну, я позволил себе сказать, что вне всякого сомнения, есть глобальное общее свойство в наркотиках и вполне себе разрешенных психоактивных препаратах. Это лекарство против страха. Просто вот в этой структуре страха все время доминирует у каждого что-то свое. И поэтому каждый разыскивает свои лекарства против страха. И тут есть тоже одна необыкновенно важная вещь, а именно вопрос, он очень похож на тот же самый вопрос о точках опоры. А каким образом мы их разыскиваем? И вообще, а какие лекарства от страха существуют, существуют нехимические? И существуют ли они? Я в данном случае имею в виду совершенно не специфические наркоманские заходы, поскольку я глубоко убежден в том, что по сути мы живем в наркотической культуре. И наркотическая культура, она определяется просто самим участием, степенью участия посторонней химии в нашей жизни. Да? Ну, как бы, баба Мань, какую таблеточку мне принять? У тебя, наверное, депрессия, не попить ли тебе таблеточек? Там, тебе надо выпить успокоительную. Ну, вот это и есть то, из чего в действительности автоматически рождаются другие способы саморегуляции. Если баба Маня может назначать таблеточку от сердца или от головной боли, то почему интернет не может назначать таблеточки для счастья? Понимаете, какая штука? В общем, это такой очень глубокий принципиальный вопрос. А что человеку дают эти точки опоры? Об этом я сегодня хотел поговорить. Каким образом мы прорываемся через страх? Для меня это, между прочим, тесно связано с объявленной темой, с темой творчества по одной простой причине. Очень многие интуитивно, ну и многие молодые люди, интуитивно говорят. Ну, вот творчество. Ну, вот я стремлюсь. Мне позволяет прерваться через страх моя надежда на творчество, мои творческие увлечения. Неважно в данном случае, какое, научное или какое-то другое. Что такое творчество? Созидание. Созидание. Чего? Принципиально чего-то нового. Творчество – это созидание принципиально чего-то нового. А давайте посмотрим на это поближе, чуть-чуть более процессуально. Что такое созидание чего-то нового? Вы сейчас очень точно, то есть, не молодой человек, а вообще, на самом деле, мы все, потому что это, я думаю, всеевропейский архетип, это определение творчества, данное Платоном, оно так навсегда и останется. А как еще Платон определял творчество? Что самое главное в творчестве? Какой даймон или бог определял творчество человеческое, позволял созидать новое? Как его звали? Все знают. Только не знают, что Платон. Ну, Эрос его звали. Эрос, Эрос, Эрос или Эрот, кто как, предпочитает переводить. Эрос – начало именно творческое у Платона. И более того, это же очевидно, потому что именно Эрос, несомненно, позволяет созидать нечто принципиально новое. Давайте как-нибудь расшифруем, что такое созидание нового. Ну, естественно, положение там сиденья, в ожидании чего-то нового. Какая-то сначала работа, может быть, а потом вот это вот ощущение того, что… Нет, сначала к ощущениям сейчас перейдем. Обязательно. Но только нам надо поймать суть, потому что действительность стоит ее поймать, и можно этот разговор заканчивать, потому что мы поймем, как люди преодолевают страх. Как бы, потому что все это знают. Это же ничего такого сверхъестественного и оригинального я, собственно, и рассказывать не собираюсь. Я собираюсь говорить о повседневной жизни и вполне повседневных понятиях. Ну, что такое созидание чего-то нового? Воплощение идей, может быть, в материальной форме. Вот. Это некое воплощение идей из чего? Из подсознания. Из мысли. Воплощение идей. Вы чувствуете, вы платоник практически. Да, как бы, поскольку, да, существует абсолют, он непостижим, под ним находится мир идей, которые, собственно говоря, человек может поймать с помощью эроса, воплотить в реальности. Мы немножко проще это знаем. Ну, знаем все, уверенно, видите, знаем почти, поскольку это такое архетипическое, сказал бы, Юнг и Платон знание. Я пытаюсь объяснить следующую вещь. Из чего эти материалы для воплощения будет что? Ну, не хватает, я просто боюсь, что вы не скажете этого слова. Ну, в общем, это слово тоже знакомо. Из ничего. Из небытия. Из ничто сартовского. Это воплощение из небытия через воображение в бытие. И это означает, что в некотором смысле эрос тут просто необходим, потому что суть проблемы у нас ведется к тому, что мы вдруг увидим, что роды это практически идеальное воплощение творчества. Это абсолютно платоновская мысль, не моя. А это архетип самого творчества. Женщина создает из небытия, потому что неизвестно откуда, некую индивидуальную историю вместе с ее страхами, способами преодоления. Как бы... А с чего начинается эта история про эрос? Что определяет творчество? Это вот главный принципиальный вопрос. Я считаю, что... Чтобы было понятно, да, чтобы вы не висли по фазе, что это же и есть реперные точки нашей уверенности в себе, вот те самые опорные точки. Можно это как-то универсально назвать? Что предшествует родам? Это философский вопрос. Ужас-то какой! Наташа, как это называется? Вот если я... Что ж, потише, потише. Что-то оплодотворение мысли. Вот я помню, Ганс Силье я читала, у него там 10 этапов, то же самое, если Розу. Все Маргариты, они отличаются исключительным умом и образованностью. Я знаю. Что бывает перед родами? Зачатие. Зачатие. Секс. Нехорошее слово. Я согласен полностью. Вынашивание. А до секса? С чего начинается этот творческий акт? Секс творческий акт? Да. Да, конечно. Любовь, да. А любовь? А до любви? Это я не уверен в этом. Встреча? Я не уверен, что всегда сексу предшествует... Вот мы и пришли к тому, собственно, простейшему факту, который мои любимые помыслители собственно и называли основой творчества. Ну, если мы не пользуемся химией, нас Бог миловал, если мы не пользуемся для этого наркотиками, то уверенность в себе в нас создает некий экзистенциальный акт, который очень многие умные люди, очень умные, Киркегр, Поль Тилих, даже Ницше называли встречи. А разве не на встречах основана наша уверенность в себе? Ну, смотрите, первыми нас встречают родители. Они объясняют, и это встреча, конечно. Там дальше можно... Я сейчас не буду туда погружаться. Отношения с грудью матери, отношения с образом матери, отношения с образом отца и дипа в комплекс. Это же первая встреча в жизни ребенка. Правда? Потом мы встречаемся с воспитателями в детском саду, с нянями дома, с учителями в школе. И то, что мы от них получаем, очень разное. Очень разное. И негативное, и позитивное. И забота, и лишенность заботы. И тепло, и холод. Проще описать, как встречу. Правда? Ну вот, сегодня я тревожусь. У меня плохой сон. У меня плохое настроение. Меня бросил любимый мужчина. У меня любимая женщина. Как бы... Ну вот, на протяжении уверенно, можно сказать, 50 лет люди пытаются с этим справиться с помощью химических препаратов. Психотропных препаратов, транквилизаторов, успокоительных, снотворных, нейролептиков. Эта эпоха началась в 1961 году. как эпоха. Вместе с открытием Аминазии. А что люди делали до этого? Как они доказывали, лечились от всего этого? Или мы выяснили с вами, да, что для этого нужны, для того, чтобы вылечиться, нужны какие-то опорные точки. Как они лечились? Мне кажется, вера была их опорной точкой. Вера была. Ну, я думаю, что вряд ли это можно отнести к 20 веку так уж ответственно. Да если уж так быть честным, то к 19-му тоже, потому что в моде даже в России была вовсе не вера. А наоборот, это был полет атеизма. А какие еще? Ну, табак какие-то еще. Табак химический, несомненно. Может быть, они сами искали вот именно в поседневной жизни эти точки опоры. Для них не обязательно нужно было искать. Кто их искали? Во встречах. Можно в книгах, в фильмах. Все большое. Но то, что говорит Маргарита, на самом деле, тоже очень характерно для нас. Ну, какой-то очевидный вопрос. Как человек успокаивался? Ну, конечно, он любил, конечно. Конечно, он ходил в кино в 20-м веке. Он смотрел картины в 19-м, танцевал на балах. Представляет себе ужас какой. Не то, что химии особо не было. Телевизора с радио, я уж не говорю о компьютерах, не было. В чем люди искали покоя? Я хочу обратить ваше внимание, что все это тоже называлось встречей. Я все время вспоминаю, что мы удивляемся сейчас. Даже Папа Римский, надо сказать, в 14-м веке и в 15-м удивлялся. Потому, что Данте в 9 лет увидел девочку, которую звали Беатрича. Он ее просто увидел. Она умерла, ей было 18. Он никогда не был ее мужем, любовником, при этом, не надо сразу отметать пошлые версии, он был женат, имел детей, ничего такого не происходило. Через всю жизнь он пронес ее образ. И это, кстати, тоже очень важная, существенная деталь, позволяющая очень многое понять, если о ней задуматься. И этот образ стал для нее вратами божественной комедии и целого ряда вещей, которые перевернули не только поэзию итальянскую, ведь перевернуть поэзию в те времена означало перевернуть духовность. Каким образом? Почему ему это удалось? И при чем тут вообще Беатрича? Она имеет к этому какое-то отношение? Когда подобная же история случилась с Петраркой, то римский папа прислал ему письмо. Стихи Петрарки все обожали, они были распространены по всему миру, и римский папа, не помню, как звали папу, написал «Возьми ее, я ее разведу, на, только не страдай так, потому что он читал стихи, все плакали, на, возьми свою Лауру». На что Петрарка очень вежливо, я сейчас тоже не процитирую, не готовил цитату, но сказал «В общем, нет, не и так хорошо, типа сами разберемся, без подарка». Как бы это что за чертовщина? Или вот сюда же вопрос, такой же, тут мне просто написал один, собирался приехать к нам сегодня на разговор, преподаватель из фото колледжа, мне сразу подумалось, а вот вот это нынешняя дикая мода на фотографии, почти наркотическая, это щелканье самого себя, 300 фотографий в инстаграме, вот это все, которое, я не знаю, живой человек и за вечер не пересмотрит, даже если девушка красивая, это зачем? И вообще, что такое, почему, наверное, можно назвать 20 веке именно фотографию главным искусством, потому что из нее потом рождается все остальное, ну, в смысле, кино, виртуальное искусство, в конечном итоге они тут центр, их начало, корень. Ну, это также точка опора фотографии. Я хочу сказать, что это запечатленная встреча. В некотором смысле Данте и Петрарко, его ученик, прямой обожатель, сделали то же самое. Они сфотографировали образ прекрасной девушке у себя в памяти, почему-то не дав прикоснуться к этому образу жизни. Между прочим, я думаю, что это было тайное, вполне сознательное действие, характерное для тайных обществ того времени. Успею объясню. Как бы встреча. На самом деле, через жизнь нас ведет встреча. И уверенности мы набираемся от встречи к встрече. То есть, каждая жизнь будет представлять собой какую-нибудь такую кривую, состоящую из какого-то количества встреч. Я всегда, если я пытаюсь об этом писать, я пытаюсь писать с большой буквы. Это слово встреча, потому что это ключевой момент человеческой жизни. Если вы задумаетесь, то это так. Как бы какие-то есть люди на свете, которые встречаются со священниками. огромную маленький мальчишка был. Ну, в смысле, мне было лет 13. Как-то, конечно, это была не Беатрича, но я очень много лет спустя понял, насколько многое в моей жизни определили всего несколько разговоров с отцом Александром Менем. Я не был ни прихожанином, я не крестился, я тогда был яростным атеистом, но вот эти переходы и углы моей жизни, если хотите, мое творчество в итоге, ну, пусть оно убогое, в смысле, ну, оно как бы профессиональное, но, тем не менее, эти встречи определили на огромный процент. И, конечно, не только эти встречи, я могу еще перечислять и дальше, и позже, и раньше, и учителей, вас волнует каждое кино? Вы все подряд смотрите? А как вы выбираете кино? Читая краткостержание, это же есть. И? Если зацепляем. Да, если тема интересует, вы чистые интуитивные. Скажите мне, пожалуйста, люди, а что такое зацепить? Что это за процесс такой? Встреча, конечно, встреча. Это очень точное слово, описывающее встречу. Меня цепляет одна девушка и не цепляет другая. Даже несмотря на то, что там это, помните, это вот как это послушай вам о нашу родину, а мне плевать, мне очень хочется. Да, вот это как бы я буквализирую, конечно, но на самом деле это одна из самых главных характеристик встречи. Зацепило характеризует процесс, который определяет наше творчество. Это процесс симпатии и антипатии. Из него рождается любовь, из него рождается дружба, из него рождается любая встреча. Это мистический, таинственный, сакральный процесс. Химиотаксис нас влечет друг друг. Мы не можем и никогда не сможем определить всех элементов этого нашего притяжения друг к другу. Мужчина к женщине, к человека к определенному природному виду, человека и картины, человека и фотографии, человека и фильма. На самом деле представляете себе любой особенно невербальный психологический тест построен на принципе симпатии и антипатии. я выбираю что мне нравится и не нравится, с чем я согласен и не согласен. Правда? Ну в большинстве случаев. Результатом теста будет что-то такое, типа вот этой кривой не встречи, но свойств выбранных из некого придуманного каким-то автором списка. Как бы я все время вспоминаю встречи с вещами. Данте Петрарко писал только о Лауре. Данте всю свое огромное творчество писал о Беатриче. Данте после ее смерти резко изменил жизнь и поэзию. Новая жизнь называется потрясающая вещь. Сезан всю жизнь рисовал одно дерево. Одно и то же. Мане всю жизнь рисовал собор в Руане. существуют десятки если не сотни версий этого дерева или этого собора. Это некоторый акт который абсолютно индивидуальный. Почему для меня это так важно и при чем здесь наркотики? При двух вещах. Во-первых и наверное в самых главных это связано с тем что наркотик или лекарство психотропное лекарство психоактивные препараты это вещества которые принципиально претендуют на некоторую объективность то есть они биологические вещества значит на всех людей они будут действовать предполагается что примерно одинаково и это означает что мы сталкиваемся с некой патологией встречи потому что я не знаю имеет ли это дерево отношение к тому что его выбрал Сезан и вряд ли можно винить Беатричу в том что она соблазнила Данте и он мучился всю жизнь хотя такие версии тоже существуют а вообще можно тогда ведь это вот эта простая мысль о значимости принципиальной центральности встречи породила всю культуру сделавшую Европу халантной всю культуру прекрасной дамы всех трубадуров и медизингеров поскольку идея какая ты начинаешь поклоняться прекрасной даме и это тебя меняет облагораживает если кто-то изучал институт или где-то еще этот период он знает что не было никаких критериев выбора прекрасной дамы прекрасная дама это была дама в которой влюблялся рыцарь очень часто эта дама была замужем вот имела множество детей и практически никогда мужья благородные рыцари не возражали поскольку конечно это было полностью лишено всякой сексуальной перспективы было связано исключительно с благородным поклонением и разумеется если дама говорила рыцарю что он дурно воняет или уж не дай бог роняет макарона на доспехе то рыцарь немедленно исправлялся и тем самым рыцарство это же на самом деле были грубые вонючие немоющиеся потные мясники стало меняться именно за счет вот этого вот этих встреч которые стали центром культуры на некоторое время как бы при действии лекарства любимой водки или наркотика встреча симулируется по той простой причине что она не может быть индивидуальной никак хотя это действительно отчасти полная модель именно встречи потому что как называется чувство которое мы испытываем при встрече неважно с книгой фильмом или девушкой интерес ну это не встреча поскольку я вот всегда например говорю что у меня всегда понятие интерес подразумевалось на чисто интеллектуальный и встреч потому что я психиатр и чисто интеллектуально меня могут интересовать вещи которые в общем даже страшно рассказать какие которые эмоционально меня немало не интересуют я бы даже сказал ну если позволить что это экстаз разве нет я всегда говорю что одним из высших удовольствий в моей жизни является экстаз который я испытываю когда читаю я книжник это беда но я книжник я неоднократно получал обвинения от родных что я люблю книжки больше людей в общем да я же всегда честно признаюсь в этих историях я хочу сказать что возможно это правда я хочу сказать что это правда кайф вот блистательно сформулированная мысль которую ты думал 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 а тут ты просто в напряженном процессе думания достал книжку с полки открыл а там она прямо это что за чувство такое мы об этом забываем просто но на самом деле именно это чувство мы имеем ввиду когда имеем ввиду влюбленность что это такое за чувство ощущения это же экстаз правда что в него входит восторг радость не знаю только восторг давайте его анатомируем ну вообще у Платона экстаз экстаз это очень точное слово которое для меня абсолютно точно описывает искомое нами состояние экстаз это выход из себя это преодоление пределов себя вне всякого сомнения в влюбленности это есть потому что ну как-то мне я же я какой-то и до встречи я имею определенное представление о себе встреча это то что когда я понимаю что вот моя жизнь меняется я выпрыгиваю себя и прыгаю на девушку хотя бы мысленно да или на юношу или в его объятия как бы какое чувство при этом возникает радости удовольствия а еще второе чувство которое в этом всегда есть страх страх да согласен будет пекнутым или страх то что за интересным фасадом ничего нет за красиво согласен еще какие чувства ну интерес да ну я думаю что он есть в этом прыжке нет интереса нет прыжка эмоционально есть еще всегда некоторое чувство вины потому что мы все мы молодые старые всегда находимся в некоторых отношениях уже не важно это отношение любовное это отношение с родителями это отношение с какой-то девушкой которую ты как-то предполагал в партнерше любовь любая влюбленность она вообще всегда что-то разрушает правда ну некоторую стабильность некоторое привычное состояние поэтому мы и боимся на самом деле экстаза экстазис выход за привычные пределы любая влюбленность это шаг из из наружу из этого кокона страха и любая влюбленность всегда что-то нарушает я хочу обратить ваше внимание что даже влюбленность в книги ну потому что на самом деле книги с каждым днем становятся все больше и более дорогим удовольствием если я купил себе за несколько тысяч рублей книгу значит я невольно нарушил какой-то бюджет какие-то планы на еду не знаю да на что-то еще ну все это конечно зависит и от доходов но на самом деле цена на книги тоже может расти практически беспредельно так что все зависит от того что мы имеем ввиду под книгой я уже не говорю о такой же любви к живописи да если я люблю живопись это одно если я коррекционер картины это нечто совсем другое но это тоже форма любви и тоже форма встреч и тоже форма зависимости как бы в чем засада чем отличается творчество от синдрома коллекционизма или от зависимости и вообще давайте сначала скажем что же все-таки если учесть понятие встреч а что такое творчество выход из этого кокона из кокона страха который находится я несомненно это выход из кокона страха но я хочу сказать что мы пользуемся платоновским определением определением эротическим эроса точнее говоря и мы говорим о том что это создание неких форм из небытия и как бы и как бы как теперь выглядит это определение ну наверное оно будет выглядеть я уж не буду вас мучить будет выглядеть так то что мы создаем некоторые формы опираясь на материал встречи сезан встречает дерево мане собор данте биатричи и из той эмоции из того экстаза это все знают очень эмоциональное очень насыщенное состояние я начинаю могу творить что-то не совсем из небытия а из этой только исключительно из этой эмоции которая порождает встреча а чем отличается теперь остался самый сложный вопрос чем отличается встреча такого рода от наркотика психотропного препарата или обладания картиной женщины ну дальше же все знают любовался я Маргарита и любовался потом я потом я скажу из дури на ней женился со всей дури выяснилось что она не такая кривая косая придирчивая ну в общем целая куча чего-то выяснилось через некоторое время почему это происходит если встреча была такой яркой такой экстатичной я был так влюблен может как раз это ощущение не власть над человеком а вот этой вот таинственности какой-то между ними не давала ну значит тогда в общем если так рассуждать то все правильно действительно но в брак вступать нельзя детей рожать нельзя как же высший вид творчества ну в общем да это страшная оккультная тайна я вам ее сообщу на самом деле мы говорим о двух вещах которые резко не совпадают с современной культурой вещь первая и это известно со времен Аристотеля классической драмы вещь первая мы сейчас стремимся достичь равнодушия мы говорим ну вот особенно среди мужчин это модно мне все пофиг вот я так живу мне все пофиг почему-то это пофиг сменило стремление к позитивному мышлению раньше мыслили позитивно теперь пофиг на самом деле конечно любые тайные общества магические оккультные эксперименты это эксперименты на пределе эмоций это очень особая форма интеллекта поэтому она такое особое какое-то место и заняла в культуре это форма эмоционального интеллекта мало кто продумывает эти вопросы второе заключается в том что самое главное не испытывать эмоции вот это в жизни надо попробовать все во-первых все в жизни попробовать нельзя а во-вторых проблема заключается в том что ты в жизни должен попробовать ну как бы вот эту свою цепочку встреч знаете как между прочим пока я не забыл называл это нильш веселой науки он первый был который вот эту истину в 20 веке сформулировал странную очень истину тоже мало кто задумывается он говорил о том что у меня боюсь ошибиться в цитате он говорил мы у меня самая странная в мире любовь я испытываю любовь к своей судьбе я с годами все больше и больше начинаю любить судьбу хотя судьба всегда воспринималась как зависимость как рок да как что-то такое давящее мешающее как что-то абсолютно ненужное и конечно трагическая судьба сама выйдет если хотите я собственно и пытаюсь об этом говорить о том что надо любить судьбу любить встречи отпущенные пытаться их осмышлять а самое главное и этому учили очень много учили на разных античных мистериях самое главное это не переживать бурную эмоцию а научиться держать ее под контролем тогда она создает лупу через которую виден бог что делал танте он всю жизнь любил Беатричу и держал это чувство в узде это создавало такое внутреннее напряжение через которое стало видна структура божественной комедии и это один из самых главных законов творчества ты влюбляешься во что-то в кого-то в пейзаж в вид в здание в человека дальше ты ты же художник ты же не можешь овладеть этим человеком ну или по крайней мере не должен овладевать как бы ты сдерживаешь это чувство и пытаешься выразить я всегда говорю протираешь дырку начинаешь трудиться начинаешь эту внутреннюю лупу как-то пытаться осознавать это и есть творческий труд это и есть преображение материалов встречи в некоторую в некоторую реальность мало того что мы страдая лозунгом равнодушия некого такого техницизма забываем о роли вот этой самой напряженной эмоции этого мало потому что мы еще и подменяем экстаз вот эту человеческую способность выйти из себя преодолеть себя во время встречи кайфом то есть только удовольствием лишенным вот этого всего той оболочки о которой мы говорили страха вины и необходимости труда при этом вот этот маршрут маршрут встречи маршрут когда были вообще большой редкостью в 70-х годах когда я встречался с меня в начале 70-х и не было ощущения что они станут чем-то более частым я конечно наверное по-детски влюбился в этого красавца в Сутане и до сих пор люблю его фотографии как бы ну я же что мне с ним делать было целоваться ходить за ним да ну вот я влюбился и то что из меня родилось явилось результатом того что я удерживаю этот образ в себе удерживаю удерживаю пытаюсь понять тереть дырку в этом образе пытаюсь как-то выразить его рисовать я не умею музыку писать тоже я пытаюсь передать эти чувства словами данте терм образ без отличия мане собора в руане не обязательно этот образ один разумеется конечно нет эти образы могут меняться меняя жизнь именно эти образы я хочу чтобы вы это просто понимали эту связь тот же платон называл символами это символ это не нечто нейтральное это не картинка на стене которую мы два интеллектуала рассматриваем поглупо и пишем что она значит нет символ это встреча это то с чем вы встретились то во что вы влюбились неважно это текст женщина картина или здание хороший фотограф это человек который умеет фиксировать свои встречи свои потому что мы наверное не сказали самого главного радость удовольствие страх чувства видны это свойство экстаза помните а что еще что самое главное ну возможно просто понимаете здесь нет абсолютных ответов я поэтому вас провоцирую я хочу чтобы вы сами как-то для себя назвали я называю это чувство трепет у меня все дрожит внутри дрожит это и есть смесь волнения испуга вины не только радости от того что вот я наконец увидел свою маргариту нет правда каждый это внутренний барометр барометр это особое состояние сознания маленькая экстаз маленькая это не но если человек разрешает себе это чувствовать то он чувствует себя как пьяный у него может кружиться голова правда подкашиваться ноги да барин бах это же от этого я иду по улице а вокруг сами собой вяжутся снопы мужчины падают а чего падают ноги у них подкашиваются от трепета а что очень важно понимать дело в том что это пытаются подменять достаточно стереотипным кайфом но как вы понимаете разнообразие наркотиков оно же ни в коем случае не может подменить разнообразие встреч оно не может никак выстроить вот эту вот эту индивидуальную кривую встреч которые надо любить а значит страхи может преодолеть только временно пока на период действия и поэтому опьянение любое алкогольное это в любом случае псевдо встреча другой вопрос что понимаете какая штука если я способен на контроль своих эмоций я ну в отношении алкоголя ладно только в отношении алкоголя я тогда и опьянение могу контролировать понимаете какая штука если я умею вот это удерживать в себе вот этот восторг экстаз я всегда повторяю любимую фразу нашей юности мы говорили что мы пьем только для запаха а дури у нас и своей хватает вот понимаете какая штука если я тащусь от своей дури от радости встречи сейчас не важно я встаю на колени перед Маргаритой и говорю богиня мне кто-нибудь сзади шепчет ты придумал придумал это не так вот а это проекция то в данном случае это значение не имеет я придумываю я понимаете какая штука я придумываю та ровно потому что пошел процесс творчества у меня и если я при этом не захочу Маргариту в собственность а буду как-то удерживать в себе вот это состояние экстаза восторга желание ее рисовать писать о ней стихи то я тогда мне не помешает в этот момент легкое алкогольное опьянение если этот экстаз во мне есть может быть даже кому-то поможет удержать это потому что центр центр этой ситуации вот это состояние подлинного экстаза потому что это жизнеопределяющая такая цепочка потому что если человек рождается в результате вот таких отношений между матерью и отцом то его наверное ждет более счастливая судьба чем во всех остальных случаях мы наверное бессознательно к этому стремимся мы же не так давно ушли от брака марганатического брака по договору мы хотим получается это нет другой вопрос мы хотим почти невозможного брака по искренним чувствам эти искренние чувства они зависят от того насколько мы понимаем что эмоция дарованная встречей для творчества в том числе для творчества ребенка эффективно в смысле до создания ребенка для творения ребенка эффективно ровно настолько, насколько я могу контролировать эту эмоцию. Не впихивать ее в жизнь, а держать ее энергию, пытаться превратить это в творчество любви. Вот у нас есть хронический спор с нашими рефлексологами. И очень многие мне говорят, что нет, нельзя человеческое поведение сводить к рефлексу. Последние две фразы и я закончу. Я хотел сказать, что смотрите, как интересно. Зачем люди пьют или принимают наркотики? Зачем? Чтобы испытать встречу. С бутылкой. Об этом столько песен спета. Да, они просто этого не понимают. И это надо уметь объяснять. И я надеюсь, что мы с вами вместе будем учиться это объяснять проще, чем я это делал. Еще проще, может быть. Еще доходче. Я хочу сказать, что мы все пьем, курим, тортусы и траву. Прости, Господи. Вот. Как бы... Я не курю траву, не волнуйся. Мне не нравится. Я пробовал в детстве, мне резко не понравилось. Я же объясняю. И пью я только для запаха, а с дурей, дурей, как видите, у меня и своей хватает. Я пытаюсь объяснить следующую вещь. Я пытаюсь объяснить, что мы пьем для того, чтобы снять рефлексивную обусловленность внешним миром. Свою запрограммированность, ну, неважно, социальной средой, родителями, законами, там, браком, материальной ответственностью и ответственностью вообще любой разной. Мы пьем для того, чтобы добиться почувствовать свободу. Понимаете, в чем весь парадокс? И напарываемся всей мордой на зависимость. Человек – это правило. Человек всегда испытывает зависимость по отношению к тому, в чем он ощущает свободу. Парадокс? Никакого парадокса. Проблема в том, что запретный плод сладок. А именно, мы бежим от обусловленности. Родители говорят подростку, делай так и так. Он говорит, ага, значит, надо делать с точностью, да наоборот. Правильно? Почему? Потому что это свобода. Свобода – это попытка независимости, попытка добиться некоторой необусловленности. А она бывает вообще необусловленностью? Бывает. Вы попробуйте мне сказать, никто не посмел. Там, что-нибудь сказать, типа, божественную комедию Данте обусловили. Картины, Мане возникли, потому что? Нет. Потому что творчество – это и есть единственный способ достижения человеком свободы. Все, что он может, это создавать новую форму из небытия. Потому что все остальные виды его деятельности обусловлены зависимым. Ну, все. Да, мы работаем на начальника, нас содержат родители, мужья и жены, и так далее, и так далее, и так далее, до бесконечности. А вот тут разговаривали с вами о творчестве, я свободен, и мне экстаз. Но не кайф. Потому что если кайф, то я вот этого внутреннего своего напряжения, своей любви к вам, своего желания сообщить что-то не смогу. я был такой счастливый, как будто я уже все сказал. Понимаете, да? И вот это различать нужно учить, на мой взгляд, и студентов творческих вузов, и, не знаю, философов, наркологов, поэтов. потому что как только мы вот это начинаем поднимать, что есть подлинное опьянение, оно во встрече, его надо беречь, его надо пытаться как-то воплотить в жизнь, по-моему, просто необходимо. спасибо, я закончил, если есть вопросы, рассказываем, разговоры, хорошо. Вам надо переварить. Я очень уверена, что так уж всегда творчество ничем не обусловлено, потому что мы тут работали, зарплаты получали, Пушкин тоже, и в общем-то есть подозрение, что и там это уже какое-то причинное. Вы понимаете, какая штука? Вся беда в том, что и Пушкин получал зарплату не за это, и я не за это. Другой вопрос, вся разница между мной и Пушкиным заключается в том, что ему царь бросил с царского плеча, я точно не дождусь никогда в жизни ничего такого, ничего похожего. Я хочу сказать, что есть неподозрение, есть всегда и во всем два способа мышления, есть детерминисты, которые в общем считают, в итоге, что судьбу любить нельзя, что у нее нет свободы, есть полная обусловленность, ну вот родителями, царем-батюшкой, но на самом деле, понимаете, какая штука? Дело в том, что ни один царь-батюшка никогда не смог сказать Александр Сергеевич, ты напиши стихотворение вот так и вот так, ну вот, а вот так и так неправильно, многие пытались, но ничего же не получилось, чем больше они пытались его обусловить, тем свободнее он, сволочь, последнее писал, понимаете, и так пока не шлепнули. Почему? Да потому что это счастье было высочайшим, которое мы пытаемся подменить кайфом все время. Я надеюсь, что я даже сегодня структуру счастья немножко рассказал. Я попробую, вот это, тут есть очень важная штука, очень важная, на самом деле, она связана вообще с границами я, я обещал, да, с границами я, с тем, какое это имеет отношение к творчеству, их наркотиков, разумеется, тоже, и к понятию форма вообще. Это вот очень важно, потому что единственное, что мы сегодня не затронули, это как и почему создаются формы и зачем они нам нужны, из небытия. Процесс почему-то происходит, нам как-то надо его обсудить. Через неделю в три часа. Хорошо? Извините за внимание. Вопросы есть? Как вы собирались? Хорошо, переварите, если захотите, ну, как бы, уточните, продолжите этот разговор, пожалуйста, в следующий вторник мы можем свободно себя чувствовать в этом смысле. Хорошо? Если сможете. Давайте, до встречи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ